Новосибирские звонари вернут голос 22-м колоколам 19 века. Редкие находки обнаружили в Тюмени, Иркутске и Владивостоке. Правда, былого звучания у них сейчас нет, у многих пробитые юбки, отсутствуют уши. Поэтому работа предстоит немалая. Секреты непростого ремесла в сюжете Руты Келлер. Так звучат колокола с охранным звуком, а так... Те, у которых звук потерян. В музее колокольного искусства каждый второй экспонат с повреждением реставрировать бесполезно. Вот, например, сибирский колокол дореволюционного времени. На нем следы от сварки, трещину заделали, а прежние звучания вернуть не смогли. Теряют голос, когда его разбивают, или же у него появляются внутренние трещины, невидимые глаза внутри тел колокола. И, собственно говоря, вот этот вот дефект, он как раз и обнаруживается благодаря тому, что колокол теряет свои краски, свой голос. Ну, а самая, конечно, распространенная причина, конечно, это повреждение колокола. Причина тут может быть разная, в том числе и неумелое обращение звонарей. Сотрудники Сибирского центра колокольного искусства не только составили картотеку разбитых колоколов, но и создали уникальную технологию отлива редких экземпляров. Внешне современный колокол не отличается ничем, а вот звуковой букет раскрывается только после удара колокольного языка. Это самое толстое место колокола. То есть везде во всех остальных местах стеночка тут, тоньше тут, 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 а вот здесь утолщение. Это как раз и есть вот это музыкальное кольцо, то, которое отвечает за звук. Языком мы ударяем именно в это музыкальное кольцо, или ударное кольцо, оно еще называется. И в результате извлекаем звук. По словам специалистов, колокольное искусство в годы революции пострадало больше всего. Иконы, церковные книги, предметы, утвари можно было спрятать. Спрятать звон невозможно. Поэтому колокольный фонд России в 20-30-х годах был уничтожен на 80%. Самая интересная часть нашей работы, когда мы будем из этих отлитых колоколов составлять колокольные подборы. И попытаемся услышать, как звучал не просто каждый колокол индивидуальный, а как они вместе звучали, какая была музыка колоколов. Для отливки дубликатов по сибирской технологии будут использовать химический состав колокольной бронзы, максимально приближенный к оригиналу. А для формы специальный силикон. Это позволит получить исторически достоверную звучащую копию разбитого колокола. За год сибирские звонари планируют вернуть голос 22 колоколам. Рута Келлер, Константин Менин, Новости ОТС.